Построить настоящего робота, напечатать на 3D-принтере нужную деталь, изучить строение живой клетки, виртуально оказавшись внутри нее. Взрослые гости говорили, что мечтали о таком оборудовании в своей школе, а в 53-й давно уделяют особое внимание естественным наукам. Благодаря данному оборудованию ребята могут заниматься практической деятельностью, проводить эксперименты, соответственно выводить какие-то математические формулы, делать какие-то выводы и, собственно говоря, это станет, может быть, началом их даже научной деятельности. Некоторое оборудование здесь уровня настоящих научных лабораторий. Сферы физика, химия, информатика, робототехника, биология, география. Сибирская генерирующая компания оснастила центр за 2 миллиона рублей. Деньги немалые, но энергетики уверены, образование – лучшая инвестиция. Мы хотим вернуть то высокое звание инженера, но уже не на пальцах, а именно в этих лабораториях, в этих центрах, чтобы ребятишки и наше будущее поколение представляло, что такое инженерные какие-то идеи, инженерные замыслы и как их воплотить в жизнь. На научные занятия записались уже десятки детей. Ставить опыты и проводить исследования будут во внеурочное время. А в период каникул здесь обещают устраивать занятия для учеников из других барнаульских школ. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.